Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал! Я собралась на работу, у нас раннее утро четверга, на улице холодно, поэтому сейчас одеваюсь довольно-таки тепло. Сейчас еще нужно будет платок, кардиган, кроссовки, потому что пасмурно, местами, временами идет дождь, на улице еще ветер. Погода очень изменилась, как с воскресенья, на улице очень холодно, до такого, знаете, озноба. Вчера даже вечером дома я уже немножечко подмерзла. А после работы, знаете, хочу заехать, хотим точнее съездить на рынок, но на рынок не тот, который у нас находится в городе, а который находится за... Ну, я бы не сказала, что он за пределами города, он тоже в черте города, только он на окраине города находится. Хотим посмотреть по ценам, потому что что-то у нас на рынке, который находится в городе, цены стали подниматься. Не можем понять, в связи с чем, может быть, где они все это закупают рано утром, привозят к себе на точку, может быть, там цена поднялась. Хотим поехать, посмотреть, как там по ценам, потому что там с утра приезжают фуры, газельки, камазы, и люди, получается, закупают с камазов это все. Хотим посмотреть, как там по цене, потому что дыню два дня назад мы брали по 300 тенге за килограмм, а вчера уже 600 тенге за килограмм. То же самое касается огурцов. Огурцы 700-800. Июнь месяц на дворе у нас такие цены на овощи. Картофель Краснодар приехал уже свежий, 500 тенге за килограмм. Никогда такого не было. Сколько там даже вот в пандемию никогда не было такой высокой цены на овощи. Поэтому хотим посмотреть. Действительно, может быть, там цена тоже не сильно и низкая, что люди, которые там закупаются, накручивают, и получается такая цена. В общем, поедем, посмотрим, немножечко поснимаем. Ну, а вам желаю, конечно же, прекрасного дня, хорошего настроения, несмотря что вот такая вот погода пасмурная, настроения все же у меня хорошее. Девочки, мы приехали уже на Хосиновский рынок. Зашли сначала в планету. Здесь такой огромный магазин и второй этаж полностью с одеждой. Это вот мужское. Есть, смотрите, такие классные джимпера. Очень классные. Есть как с пуговицами, без пуговиц. Здесь вот огромное количество таких вот тоненьких водолазочек. Тоже огромный выбор. Вот на модельках смотрится. Огромный выбор новогодней одежды, новогодних кофт. Вы посмотрите. Это вот полностью ряд. Какие хотите. И какой хотите рисунок. Есть и олени. Разные расцветочки. Разные цвета. Класс. Мы сюда приехали первый раз. Вот есть совсем такие прям тоненькие-тоненькие. Тот же самый джемпер. Либо просто как водолазочку одевать. Огромный выбор. Там дальше футболки. Смотрите, сколько обуви. Детская. Теперь будем время от времени приезжать сюда, потому что здесь просто огромный выбор. Вот футболочки пошли. Видите, цвета разные. Есть просто однотонные. Есть с рисунком. Смотрите. Класс. Это вот что касается мужской одежды. Вот это полностью был мужской. Там отходит. Здесь вот обувь детская. Сандалии, шлепки, кроссы. Спортивная обувь. Смотрите, какая красота. Здесь идет уже женский отдел. Это вот ночные пижамы, сорочки, костюмы. Тоже. Видите, разного формата, разного фасона. Есть такие вот рубашечка со штанами. Цены, кстати, тоже разные. 7500. Есть 5500. Здесь халатики. Вот халатик 4. Это не халат, наверное. Ты знаете, что идет? Да, это, наверное, типа халатика, потому что здесь вот есть пояс. А нет, это на кофта. Я не могу понять, что это на кофточке такие, как на прогулку выходить. Накидки такие накинул и пошел. Вот есть теплые пижамы. Смотрите. Прикольный. Надо же такие халатики. Там идет уже более такая зимесезонка. Весна, осень. Скорее всего, зима висит. Теплая одежда. А здесь уже идут кофточки. Различные блузочки, рубашечки. Общий магазин очень хороший. Я хочу себе какую-нибудь рубашку такого плана. Здесь, смотрите, какая классная. И под джинсы, и лосины можно будет. Но я бы хотела себе, знаете, клетчатую какую-нибудь. Очень огромный. Типа такого плана, чтобы чуть-чуть было потеплее. Итак, выбор. Здесь, получается, блузки, кофточки. Все падает. Все падает. В общем. Вот такие вот вещи. Тоже здесь есть и посуда, игрушки. Видите, огромный выбор. Вот здесь мы зашли. Здесь сразу вот юбки, платья, штаны, брючки. В общем, такая вот красота. И вот так вот длинные ряды идете. Глаза разбегаются. Все хочется купить. Все хочется взять. В общем, красота. Хотела, и вот побывала. Мы уже приехали на сам Хасеновский рынок. Фрукты, овощи. Ну, если честно, девочки, цены вообще не отличаются от нашего базара, который находится в городе. Я-то думала, что здесь будет подешевле. Ну, мы сейчас пойдем еще туда, вот, где стоят, видите, газельки. Туда сходим. Посмотрим там, как обстоят дела, если брать с машины. А так тоже всего очень много. Пекинская капуста. Очень красивая. Хорошо выглядит. Видно, что свежие. Кабачки молодые. Перцы. Персики, черешни. Перцы какие. Красивые, зеленые. Все так же, то же самое, что и у нас. Огурчики, помидоры. Ну, и цены такие же. Мы сейчас пройдем туда, вот, все-таки. Черешня. Черешня 1800 стоит за килограмм. В городе 2000. Инжир. Классный такой. Это нектарин какой. Яркий. Красивый. Вот черешня прям такая крупная. Как она называется? Рыбий глаз, да? Сорт. Или бычий глаз, или рыбий глаз. В общем, чей-то глаз. Вот. Вот хотелось бы такой вот ящик абрикосов взять. Сливу. Сливу можно, кстати, вот такая слива подходит для соуса. Мы в прошлый раз взяли, но она была не такая. Тоже красивый. Нектарин. Эти, грейпфрукт какой. Грейпфрукты. Смотрите, какие. Ну, здесь, конечно, выбор. Немного получше. Такие гранаты. Огромные. Их, наверное, так пакетом и продают. Здесь в пакете их 7 штучек. Какие манго. Со смайликами. Мы брали в Кустанае пробовать. Ну, так. Обычный манго. Сейчас вот сезон вот этих вот ринжира, персика, нектарина. Такой лучший виноград уже стал появляться. Тоже ряды. Огромные ряды с фруктами. Вот здесь кабачки уже большие. Пальсины. Лимоны. Только цен. Нигде нет цен. Ценки, вишни. Да, цен нигде нет. Это, наверное, по внешнему виду смотрят. И цену насыпают. Девочки, здесь, смотрите, целые. Эти марбузы, дыни. Классные. Классные. Здесь еще дети. Фуры стоят с рухами. Дома. Сейчас покажу, что купили. Такая будет небольшая распаковка. По овощам я взяла только перец болгарский, уже такой, который наш. Розовые помидоры. Огурчики, зелень. Все это у меня свое. Из фруктов взяли такие вот персики. Лысые, зеленые. Они очень вкусные, сладкие. И взяли персики такие вот волосатые. Но они чуть-чуть есть, которые мягенькие. А есть немножечко поплотнее. Два десятка яиц. Большую пачку чая чемпион. Чай взяли такую вот халву, которая нам нравится. Миндаль. Это для абрикосового варенья. 6 килограмм сахара. И вот, собственно, сами абрикосы. Абрикосы очень крупные, хорошие. Сейчас буду их замачивать, мыть хорошо. Потом буду делить на половинки и еще на пополам. То есть половинки на половинки, чтобы были такие четвертинки. Буду засыпать сахаром. Как только немного пустят сок, поставлю. Первый раз варится. Варенье я всегда варю в три этапа. Как я уже говорила, и варю такие абрикосы, и сливы, и вишню, и клубнику, и малину. И буду также делать варенье из персиков. Сначала первый раз кипячу. 5-10 минут провариваю. И оставляю до полного остывания. Это где-то примерно 8-9 часов. Потом варю, еще раз ставлю. Точнее, довожу до кипения. Снова 5 минут кипячу и выключаю. Снова оставляю на 8-9 часов, пока варенье не остынет до комнатной температуры. И потом уже ставлю вариться третий раз. После третьего раза, как закипело наше варенье, также 5 минут я даю ему покипеть. И уже потом по банкам разливаю и закрываю крышками. В общем, работа у меня на сегодня есть. Сейчас будем обедать. Я уже разогрела. У меня здесь вкусненький супчик говядины на ребрышках из говядины с пшеном. А еще, девочки, я вчера заложила сушку с мясными джерками. Смотрите, не пугайтесь. Черный я делала разные маринады. Это куриная грудка в соевом соусе. Все, что черненькое. Просто соевый соус довольно-таки был концентрированный сильно. Идет дальше маринад с горчицей. Горчица в зернах, мед, чеснок и соль, перец. И еще есть вот один вид. Вот этот вот. Здесь уже идет карис манго. Они вчера лежали полностью на сетке. Видите, как подсохли. Подсохли еще часок. И я буду выключать. Время я ставила 24 часа, 70 градусов. Но курица намного быстрее сохнет, нежели другие виды мяса. Таких, как говядина, свинина, баранина и так далее. В общем, вот досушивается. Оно получается безумно вкусно. Мы уже такие вот кусочки маленькие, которые были, я их тоже закинула. Они уже просушились. И мы не отходим, мы их уже отсюда достаем. Но еще вот час, и я уже полностью ее выключу. В общем, все, сейчас разберу покупки и пойдем обедать. Мы пообедали, и я приступаю заниматься абрикосами. Я их помыла 2-3 раза хорошо, прям под проточной водой. На несколько минут я замачивала в пищевой соде. Затем снова промыла, оставила на 15 минут в воде. Теперь достаем, раскладываю на полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Раскрываю их напополам, убираю косточки и режу на четвертинки. И так пока не расправлюсь со всеми абрикосами. В итоге у меня вышло 4 килограмма. Я очень люблю абрикосовое варенье. И в том году собиралась готовить. Но в том году мы готовили, я варила варенье из персиков. В этом году тоже будем. Но вот абрикосовое мне почему-то прям вот больше всех нравится. Из всех вот если брать варенье, это абрикосовое, это вот смородина. Чуть позже я хочу еще просто купить пару килограмм абрикосов. Тоже вот так вот убрать косточку, измельчить их в блендере, немножечко добавить сахара и, знаете, разложить по баночкам. И таким образом заморозить их в морозилке. Потом зимой готовить сырники, добавлять такой, знаете, джем. Либо просто там в кашу добавлять. Это будет, мне кажется, очень вкусно. Потому что я многие ягоды тоже таким образом замораживаю. Субтитры сделал DimaTorzok Абрикосы я подготовила. Как я уже ранее сказала, у меня вышло 4 килограмма. Теперь я заполняю кастрюлю. Вначале у меня идет сахар, слой, затем слой абрикосов, слой сахара, слой абрикосов. И так далее, пока не закончатся у меня абрикосы. Девочки, я засыпала абрикосы с сахаром. В общем, на 1 килограмм абрикосов я добавляю 900 грамм сахара. То есть 1 килограмма я по 100 грамм убираю. Сейчас пока пойду поливать огород. Абрикосы с сахаром начнут свое действие, взаимодействие. Уже, видите, начинает сахар немножечко таять. И потом буду ставить на огонь и варить. Как я уже говорила в предыдущих видео, в том году варенье я всегда варю в 3 этапа. В начале получается, вот оно у меня закипит, я сниму пенку, проварю 5 минут. Затем я отключаю, остужаю до комнатной температуры. Завтра рано утром я буду ставить второй раз. Тоже буду доводить до кипения. 5 минут, там до 5 минут я получается его кипячу. Снова отключаю. Когда отключаю второй раз, тогда я уже тоже остужать ставлю его. И уже когда ставлю третий раз, я разобью сегодня косточки, достану оттуда семечки. И плюс я еще сегодня покупала миндаль. В третий этап я уже добавляю миндаль и варю до закипания вместе уже с миндалью. Как только закипело, там тоже около 5 минут я его еще кипячу. Затем отключаю и уже разливаю по стерильным баночкам. В общем, пусть пока стоит. И хочу, знаете, попробовать еще один новый способ варенья из абрикосов цельными. Сейчас у меня абрикосы помыты. Я их залила раствором. На 1 литр воды я добавляла 1 столовую ложку соды пищевой. Получается, пока не покроет вода наши абрикосы. У меня вышло 4 литра, значит на 4 литра 4 столовые ложки соды. Теперь это у меня будет стоять 2-3 часа, но я на 3 часа оставила. Желательно, можно оставить на ночь и уже на следующий день варить. Буду первый раз такие способы готовить, поэтому я взяла немного абрикосов. На камере они прям такие, как будто зеленые. На самом деле они не зеленые, они красненькие. Поэтому я взяла такое небольшое количество, хочу проверить этот способ заготовки варенья. Ну а сейчас, девчонки, я пошла поливать огород. Девочки, мы все с азаматом полили. На улице непонятно, то солнышко, то не солнышко. И оставалась маленькая трава, когда я первый раз полола. Дожди были, трава подросла. И я быстренько сейчас все поудергивала, в общем, от кабачков до теплицы, там, где огурчики. Быстренько прошлась, потому что где-то много было, где-то немного было травы. Все поубирала. Сейчас пойду дальше заниматься вареньем. И завтра, если будет уже тепло, нужно будет дальше тоже поубирать. Потому что, видите, немного, совсем немного травы. Нужно будет убрать как раз вот до стекол. Сейчас хочу посмотреть, пойти тыкву. Ну тыква повыходила и еще даже выходит. Вот выходит, а вот уже вышли. А то первый раз что-то мои семена не очень меня порадовали. А что-то, не знаю, здесь никто ее не ест. А здесь вот уже большая. Видите, ветер тоже все листочки поломал. Здесь уже он есть. Цветочки завязываются. Картофель зашел. Сегодня тоже пробегала, смотрела. Вроде бы жуков пока нету. Яблоньки прижились. Все растут. А смородина, ой, смородина, вишня прижилась не вся. Прижилась только посерединке. И вот те две по бокам. Но цветочки, получается, то, что цвели, они отцвели, отпали. Но листочки новые у них пошли. Поэтому я не стала убирать азамат. Одну или две. Одну убрал, которая прям совсем засохла. А вот эти вот остались. И пока тоже их поливаем, смотрим, а вдруг у них тоже пойдут новые листочки. Но кабачки, которые я досаживала, тоже вон все взошли. Все, в общем, патиссоны растут. Кабачки, кстати, вот этих вот четырех тоже уже есть цветочки. Все, а я побежала домой дальше заниматься вареньем. Я дома, так как наши абрикосы были замочены в содовом растворе. Я также хорошо четыре раза промыла под проточной водой. И теперь при помощи палочки для роллов я аккуратно выталкиваю косточку из абрикоса. Знаете, не сильно ее зажимаем в руке, придерживаем, чтобы наш абрикос не развалился. И аккуратно проталкиваю и выталкиваю косточку. После того, как все косточки из абрикосов я вытащила. Смотрите, абрикосы у нас остаются цельные, хорошенькие. Я начинаю процесс разбивания косточек. Вначале я это делала дома, но когда это все начало разлетаться по кухне с корлупа, я вышла на улицу и весь этот процесс я проделала на улице на своем маленьком столике. Теперь нам нужно каждое зернышко убрать, вот эту вот коричневую кожицу. Если мы это не сделаем, то наши абрикосы поменяются в цвете, они станут коричневыми и не будут такими красивыми желтыми. Если вы не хотите убирать шкурку из семечки, то тогда оставьте абрикосы просто без этих семечек. И затем, после того, как мы сняли эту пленку, мы снова помещаем эти зернышки в наши абрикосы. Пока я занималась процессом подготавливания семечек и снова их помещала в абрикос, я уже поставила вариться сироп. Так как у меня абрикоса в чистом виде вышла 1,7 кг, я взяла 1 кг сахара из 700 граммов и налила 1 стакан полный, а второй стакан чуть больше половины. Поставила на газ и как только наш сахар начал растворяться и появились первые бульки, у меня к этому времени уже абрикосы были все подготовлены, я по одному абрикосу опускаю в наш сироп. Варю до закипания. Как и обычные абрикосы, снимаем пенку, чтобы ее не было. И варила я минут 20. После этого отключаем огонь и оставляем это все остывать до завтра. А завтра утром я продолжила процесс варки еще раз. Что, девчонки, вот такое вот творится. У меня сейчас бардак на кухне, и я занималась вареньем. В общем, вот они, цельные абрикосы. Единственное, что, возможно, я слишком много наполнила внутрь миндаль, либо сама по себе шкурка. Видите, у некоторых сошла шкурка, и они раскрылись, поэтому миндаль лежит на поверхности. А некоторые остались цельные. В общем, завтра пенку я сняла, хорошо их проварила. Завтра я поставлю вариться их еще раз. Потом буду смотреть, потому что по варенью я могу сказать, что завтра я его буду ставить только второй раз. Третий раз я его ставить не буду, потому что оно уже сейчас густое. Но так как я миндаль туда не ложила, завтра я его туда закладу и поставлю, прокипячу еще раз, и уже потом буду по банкам. А с этим вареньем я завтра посмотрю, после того, как я его сварю, еще раз закипячу. В общем, так вот. Сейчас буду наводить теперь порядок на кухне. Мы пили чай еще параллельно. Сейчас надо это все поубирать. Все, девочки. Я навела на кухне порядок. Там у меня остался миндаль. Мне осталось только потом будет разобрать посуду, когда она стечет. Так сразу все. Повытирала еще пол. Варенье пусть стоит. Завтра утром я буду продолжать дальше процесс. Девочки, у меня уже утро следующего дня. Стерилизуется вторая партия банок. Стерилизую я их в мантоварке, потому что сразу можно поставить энное количество банок сюда. Варится варенье. Варится варенье второй раз, где абрикосы у нас цельные. Сейчас еще минуты 2-3 покипит. Я буду отключать и разливать по баночкам. А просто абрикосовое варенье, которое было дольками, уже я сварила. Также закинула. Варила в две партии тоже, потому что варенье оказалось довольно-таки густое. Поэтому третий раз не понадобилось. Помыла хорошо я миндаль и добавила миндаль. Закипело варенье. Я также его проварила 5 минуточек и разложила по стерильным баночкам. В общем, у меня вышло 5 литровых банок и еще немножечко осталось в кастрюле. Думаю, сейчас если пол-литровая баночка будет неполная, цельными, я долью, получается, сюда. Ну и пойду потом мыть голову и собираться на работу. Сразу мою посуду после завтрака и побегу. В общем, процесс варки у меня уже на подходе. Ну и вот процесс заготовки. Варенье подошел к логическому завершению. Девочки, вот оно второе. Второй способ. Посмотрите, как оно красиво смотрится. В банке-то как будто такие маленькие желтые солнышки. Некоторые абрикосы, как я говорила, чуть-чуть раскрылись, но, тем не менее, они держат форму. Они не развалились. Они остались по-прежнему цельными. Это очень красиво. И надеюсь, это будет очень вкусно, потому что внутри еще каждого абрикоса находятся зернышки. В общем, вышло у меня количество 2,5 литра. А в общем абрикосового варенья вышло 7,5 литров. Теперь следующее на очередь. Я не знаю, какое будет. Возможно, буду варить либо... Точнее, не варить, а... Или смородину. Смородину, потому что я просто протираю сахаром. Жду, пока сахар растворится. И только тогда закладываю в банки. Либо это будут маленькие персики. Буду еще смотреть. Варенье я варю небольшое количество, но варю разное. Например, вот абрикосов вышло 7 литров. А так у меня в основном выходит до 5 литров каждого там вида варенья. Это смородина, это вишня. Малину с клубникой я не варю. Мама, потому что передает у мамы. Все это растет. Но у нас оно еще есть. И малина, и клубника. А я варю такой вот абрикос, и персики. В общем, такую вот красоту. Все, я побежала на работу. Девочки, я уже приехала с работы. Знаете, сегодня пришло оповещение. С Валберис я поехала, забрала полочки. Дня 2 назад, знаете, мне тоже пришло оповещение. Я такая рада, думаю, ничего себе. Там прошло 2 или 3 дня всего лишь так быстро. Пришел заказ. Оказывается, на Валберис произошел сбой. В общем, это была ложная тревога. А сегодня вот поехала, забрала. Изначально хотела я другие. Но потом их нет в наличии, нет в наличии. И я решила заказать себе вот такие вот угловые. Писали в комментариях, что в нашу ванную комнату лучше подойдут белые. Но так как белые, у нас там белые стены, белая сантехника. Это все, знаете, девочки, сольется воедино. Плюс бутылочки я брала белые для шампуня, кондиционера, там мыло для рук. Они у меня белые. То есть, понимаете, это все сольется воедино. Поэтому я такое приняла решение, что все-таки у меня будут черные полочки. Вот они пришли. В комплекте идет две полочки. Крепежи я уже закрепила в ванной комнате. Сейчас я вам покажу. Потому что они должны сутки провисеть на стене без полочек. В общем, четыре крепежа получается. Две пары по полочкам идут. И такие вот крючки. В описании не сказано было, какие крючки. Я думала, крючки металлические. Но крючки оказался пластик. Пластик. Но пластик такой довольно-таки плотный. Ну, плотный. Там не гнется, не сгибается. Я два уже зафиксировала. Неплохо смотрится. Как раз вот вешать, чтобы мочалки. Там камешек для пяточек. Либо вот у меня там есть виходка, такая щетка. Будет классно. Вот, в общем, такие вот две полки. Дальше я взяла ушные палочки и спонжики. И купила еще такие вот органайзеры для, собственно, вот ушных палочек и спонжиков. То у меня все время спонжики лежат на втором этаже в комоде в моем ящике. И мне приходится постоянно туда-сюда бегать. А так, чтобы у меня вот еще ванна и комнате были свои. То есть вот так вот будет органайзер один из, да, стоять. Потом вот шампунь, бутылочек, который я до этого вам показывала в предыдущих видео. И еще будет зелень. Будет очень красиво смотреться. В общем, это, знаете, вообще-то были органайзеры для специй. Я сегодня везде оббегала, везде искала. Нужно было предварительно мне сначала посмотреть. Если бы у нас не было, то уже заказать сразу же с полочкой вместе на Валперес. Но я вот чуть-чуть прогадала. Я не могла найти. Мне нужны были именно такие, там, крышечки у них разные бывают. Но пришлось мне взять вот такие. Ну, тоже довольно-таки неплохо смотрятся. Тоже прозрачно, очень классно. И теперь, как только высохнет, сейчас я покажу. И теперь, получается, как только крепежи хорошо заклеятся, их даже, видите, они прозрачные, их даже не видно, где они находятся. Получается, одна полочка будет на вот этом уровне. И вторая будет, вот она идет повыше. Я крепила их так. Сначала надела их на полочки. Эти крючочки, они, получается, идут такой вот пластинкой. И потом вот прям полочка также, да, в угол приклеивала. Потом полки аккуратно сняла. Потому что по инструкции они должны сутки провисеть без полочек. И уже вот к следующему видео я надеюсь, что я наконец-то уже организую здесь зону хранения. Перелью с бутылочек уже в те, которые я покупала. Поставлю зелень, поставлю органайзер, повешаю мочалки на крючочке, чтобы все было здесь очень красиво. Если мне понравятся эти полочки, то я, наверное, потом все дозакажу. Вот эти вот еще длинные. Длинные я хочу на вот эту вот стену, где у меня здесь окно. Хочу на эту, на разных уровнях. Еще, знаете, полотенце сюда положить. Для рук полотенце, для ног полотенце. Потому что банные и купальные не получатся, они большие. А вот именно для рук сюда, вот на вот эти как раз, на такие полочки, можно будет вот так их складывать. В общем, как-то так. Но я довольна пока промежуточным результатом. Потому что я сейчас вот, когда крепила эти держатели, крепежи эти, я видел, как полочки выглядят. Очень хорошо смотрятся. Не выбиваются. Знаете, не бросаются в глаза, что они черные. Потому что черный с белым, он всегда сочетался. Ну, в общем, как-то так. Так, теперь к следующему видео будем с вами здесь все организовать. Помоем снова ванну, все перельем, все расставим. Будет очень красиво. У нас уже вечер. Я полила сегодня огород одна. Потому что за мату было некогда. Такое красивое небо, красивый закат у нас был вечером. На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Не забудьте поставить пальчик вверх. А также подписывайтесь на телеграм-канал. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok